Это факт-чек на 24КИЗ. Сегодня в программе. Новости о землетрясениях по всей планете прокомментировали сейсмологи. МРНК-вакцины превращаются в сгустки в теле вакцинированных. Правда или фейк? Мошенничество с кодами под видом доставки цветов и медицинских обследований. Какое средство для очистки печени не только не поможет, но и способно навредить? В одном из телеграм-каналов появилась новость о том, что по всей планете 16 августа произойдут сильные землетрясения. Якобы информация об этом есть в картах, которые обнаружены в архивах российского политика Жириновского. Это фейк. Сообщение прокомментировали в Институте сейсмологии Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан. По официальным данным международных сейсмологических центров сильные землетрясения с магнитудой более 5,5 16 августа не ожидаются, в том числе и на территории Казахстана. Цитата. «Все чрезвычайные события, происходящие в нашей стране на приграничных территориях, а также транзитные землетрясения, которые регистрируют наши приборы, оперативно размещаются в телеграм-канале 112 КИЗ и на сайте seismology.kz», сообщает пресс-служба Института сейсмологии Министерства по чрезвычайным ситуациям. Сейсмологи призывают доверять только официальной информации. В Телеграме распространяется пост о том, что новое японское исследование подтвердило наличие нанотехнологий в МРНК-вакцинах Pfizer-BioNTech и Moderna. Якобы они содержат самособирающиеся наночастицы, способные образовывать белые сгустки в телах вакцинированных. Это, по словам авторов поста, приводит к взрыву турборака и аутоиммунных заболеваний. Распространяемая информация фейк. Авторы поста и прикрепленные к нему статьи ссылаются на публикацию в Международном журнале теории, практики и исследований вакцин. Однако такая отсылка сомнительна, так как этот журнал критикуется за антивакцинаторские материалы и не считается научно признанным. Ранее фактчекеры опровергали слухи о чрезвычайной ситуации в Японии из-за турборака. Кстати, термин не используется в медицине. Джеффри Моррис, профессор общественного здравоохранения и профилактической медицины в Университете Пенсильвании, так прокомментировал статью, сообщающую о вспышке рака в Японии. Цитата. В статье нет никаких данных, демонстрирующих смертность от рака по статусу вакцинации. Не представлено никаких эпидемиологических доказательств того, что вакцины увеличивают риск смертности от рака. Также на сайтах правительства и здравоохранения Японии не было объявлений о чрезвычайной ситуации в стране. Что касается аутоиммунных заболеваний, то свежем исследовании в научном журнале Nature Communications корейские ученые опубликовали результаты наблюдения за состоянием 9 миллионов человек на протяжении года. Вывод их работы такой. Долгосрочная связь между вакцинацией против коронавирусной болезни на основе МРНК-вакцин и развитием аутоиммунных заболеваний остается неясной. Таким образом, сообщение о белых сгустках после вакцинирования МРНК-вакцинами и о том, что вакцинация приводит к турбо-раку, является фейком. Что касается связи между вакцинами и аутоиммунными заболеваниями, то в данный момент она остается недоказанной. Мошенничество с кодами под видом медицинских обследований и доставки цветов. В Астане и Алматы участились случаи мошенничества, в которых злоумышленники используют различные предлоги для получения кодов подтверждения от жертв. Вот два распространенных сценария. Мошенник звонит и утверждает, что на ваш адрес отправлены цветы. Затем просит подтвердить доставку, продиктовав код, который якобы должен прийти на ваш телефон. Звонящий может прикрываться названием реальной компании. Или такой вариант. Мошенник звонит, представляясь сотрудником поликлиники и сообщает, что вы не прошли важное обследование, например, мамографию или флюорографию. Чтобы записаться на новое обследование, вас просят продиктовать код, который должен прийти на ваш телефон. В обоих случаях мошенники пытаются обманом получить у вас коды подтверждения, которые приходят в виде смс. Эти коды могут быть необходимы для подтверждения операций, входа в аккаунты или изменения настроек безопасности в различных сервисах, включая банковские счета и социальные сети. Если вы передадите такой код, мошенники могут использовать его для взлома вашего аккаунта в социальных сетях или электронной почте, а также для получения доступа к вашему банковскому счету или другим финансовым сервисам. Эффективный способ защитить себя, никогда не передавать коды подтверждения, особенно если вы их не запрашивали. В Казныте распространяется видеорецепт очистки печени. Его автор утверждает, что всего 4 ингредиента способны вернуть печень в то состояние, каким орган бывает у 20-летних. Якобы для этого нужно приготовить смесь из семян льна, гвоздики, тыквенных семечек и оливкового масла. Все это смешивается и по одной ложке принимается перед сном. Это информация фейк. Любители народных рецептов довольно часто предлагают очистить печень от всевозможных шлаков. Вот только врачи уверяют, единственное, что может скапливаться в печени, это желчь. Надо понимать, что печень работает не как фильтр, она не задерживает в себе шлаки. Это своего рода химическая лаборатория. Здесь обезвреживаются токсические вещества, которые поступают извне или образуются в процессе обмена веществ. Перечисленные в видео ингредиенты оказывают как пользу для организма, так могут и навредить. Но вот что они точно не способны сделать, так это очистить печень, которая и не нуждается в очистке. Не стоит всем рецептам в интернете. При болях в области печени лучше обратиться к врачу.